Окей, все, хорошо. Да, коллеги, мы начинаем. Я хочу представить, ну представиться сам, меня зовут Шубин Александр, я управляющий партнер компании Маури Телл Стратеги, отвечаю за практику улучшения бизнес-модели родичных компаний, которые включают в себя и процесс ценообразования в целом. И со мной два моих коллеги, вот Александр Выголко, вы уже видите, он руководитель практики аутсорсинга ценообразования, имеет большой опыт работы в разных сетях, вот в таких сетях, как Home Market, Заодно, Мираторг, Верный. Вот, собственно, все, что касается организации отдела ценообразования или как заработать без отдела ценообразования, это к нему. Чуть позже к нам присоединится мой коллега Иван Смитский, руководитель проектов по Retail Data Insights и проектов по ценообразованию, он покажет, собственно, как в технологии это работает. Мы на самом деле немножко изменили программу и попытались ее сделать более актуальной, наверное, для нашего времени, потому что наш вебинар планировался два месяца назад, даже больше, наверное, там, три месяца назад, вот, и звучало, собственно, немножко по-другому, как найти потенциал, то есть как проанализировать данные. Мы его немножко сейчас изменили и сделали акцент на то, как все-таки управлять ценами в период кризиса, в период неопределенности и что делать потом, когда, собственно, ну, вот некий ландшафт розницы и потребителя изменится. То есть мы хотели бы сегодня поделиться некоторыми инструментами, которые мы используем у себя в проектах, используем технологии Smart Pricing, динамического ценообразования, которую, в принципе, можете самостоятельно некоторые использовать технологии и дать некоторые направления. Чего сегодня не будет, мы точно не сможем сказать вам, насколько увеличить цены или насколько опустить цены, там, в тех или иных категориях, потому что все-таки это было бы, наверное, непрофессионально, каждый случай уникален и нужно, соответственно, принимать конкретные решения в конкретной компании с учетом той ситуации, которая складывается в отрасли и в регионе, соответственно. Наша компания, ну, вот мы специализируемся только в ритейле, у нас опыт уже 20-летний, вот некоторые здесь приведены компании, с которыми мы работали, имеем опыт работы, наша команда имеет опыт работы, то есть здесь есть и небольшие компании, такие, как, например, Бербена, там, с одним магазином, но которая, например, имеет количество подписчиков в два раза больше, чем, например, имеет Улыбка Радуги, вот, и такие большие компании, как, там, X5, то есть у нас есть опыт и в разных отраслях. Ну, это, наверное, не самое главное сейчас, сейчас основная тема, собственно, что делать с процессами ценообразования и с ценами. Прежде чем перейти непосредственно к каким-то конкретным вещам по ценообразованию, я просто хотел бы, ну, вот такой, знаете, helicopter view, как наши американские коллеги говорят, сначала осмотреться сверху, что происходит, а потом опуститься на уровень конкретного товара и конкретного SKU. Прежде чем перейти к этим вопросам, я просто хотел бы акцентировать свое внимание, что все-таки ценообразование – это один из инструментов, одна из тактик категорийного менеджмента, и, конечно, чтобы добиваться общего эффекта, эффективности категории, конечно, нужно применять комплекс тактик, включая, там, управление ассортиментом, промо, выкладкой и, собственно, анализ потребительской корзины. Ну, ценообразование, конечно, это такой очень мощный рычаг, который позволяет вам достаточно быстро изменить эффективность категории. Давайте поднимемся наверх, сверху посмотрим, что у нас произошло. То есть вот некоторые говорят, черный лебедь прилетел, а вот Талеб говорит, что, знаете, черный лебедь не прилетел, он еще впереди, но, тем не менее, вот у нас есть такая сейчас ситуация, верхний график, собственно, показывает курс доллара. Я думаю, что вы многие наблюдаете за тем, что происходит с курсом доллара. Вот я специально такую некую ретроспективу, историю взял, чтобы посмотреть, а, собственно, где мы еще находимся, и мы видим, что как бы вот наш курс доллар достаточно сильно скакнул. Ну, при этом вот снизу вы видите курс нефти, стоимость нефти, барреля нефти, бренд. И, ну, единственный положительный, условно, график, конечно, он для нас нерадостный, это количество кейсов по коронавирусу. То есть вот мы в такой ситуации сейчас находимся, и есть отрицательные, конечно, очень большие там изменения, но есть и некоторые положительные изменения. То есть у каждой кризиса, у каждой монеты есть две стороны. Собственно, вторая сторона положительная, то, что, ну, те практики, которые были, уже, наверное, там нельзя использовать, которые десятилетние практики, потому что часто встречаются на любые какие-то инновации, на любые какие-то действия, которые вот нужно принимать, решения какие-то. А вот десятилетний опыт работы показывает, что это не работает. Вот сейчас такой аргумент, я думаю, что, собственно, не проходит, и к этому мы немножко потом еще вернемся, почему это важно. Так вот, мы попали в вот такой идеальный шторм. Я хочу еще несколько графиков привести, чтобы у вас там полная картинка сформировалась. То есть новости, наверное, читаете, что индекс S&P 500, биржа упал. Но вот здесь я привел перспективу более десятилетнюю, и, собственно, показать, что, знаете, в общем-то это еще не дно. Падать есть куда, если вы увидите 2009 год, когда кризис, собственно, мировой был, финансовый кризис. Вот здесь мы находимся с точки зрения стоимости этого индекса. То есть вот, да, он упал очень сильно всех, это бы испокоило резкое падение в большей степени. Но мы понимаем, что, собственно, есть еще куда падать. И это еще, собственно, не конец, это, наверное, начало. Другой график я хотел привести тоже стоимость акций разных компаний по сравнению с тем же самым отраслевым индексом. Здесь представлена динамика акций, опять же, более десятилетний период, таких как Олмарт, Костка, General Dollar, Крогер. Вот Олмарт – это голубенькие полоса, видите, и Крогер. Они примерно колеблются, как, собственно, колеблются индекс, ну, такой средний по отрасли. А вот верхняя часть – это Костка и General Dollar. Это вы знаете наверняка, кто в ритейле, в отрасли продуктовой. Вот General Dollar – это долларовые форматы, а Костка – это второй в мире после Олмарта ритейлер, который работает жесткий дискаунтер, который работает по клубной системе. То есть мы видим, что вот период кризиса акций таких форматов, которые ориентированы на экономию, ориентированы на низкий ценовой сегмент, достаточно активно растут. Вот здесь, конечно, там есть определенное падение в период, собственно, кризиса, но, тем не менее, мы видим такой стабильный, стабильный там рост. Чтобы совсем уж картинку такую создать, такую общую, вот это стоимость, рост стоимости акций Amazon, опять же, в той же самой перспективе. И вот чтобы масштаб посмотреть, вот те графики, которые мы смотрели на предыдущем слайде, они вот здесь вот внизу, здесь вот видно, да, вот эти вот жалкие прирост там 500% по сравнению с 5000% Amazon вот за этот период. Ну, если вдруг кто-то вложил деньги в 2009 году в Amazon, то он мог заработать за этот период 5000%. Здесь я продемонстрирую для того, чтобы показать, насколько сильное давление сейчас на сектор розницы оказывает развитие электронной коммерции, тоже нужно учитывать. Мы это, конечно, учитывали, наверное, год назад в вашей компании, но как бродит шутка по просторам интернета и Фейсбука о том, кто является самым главным сейчас драйвером цифровой трансформации, которую мы знаем. Конечно, там первый, может быть, генеральный директор, а может быть, это IT-директор, а многие отвечают, нет, это COVID-19 является сейчас основным драйвером цифровой трансформации. Почему нас волнует сейчас, собственно, что происходит в Америке? То есть о том, что сейчас там происходит достаточно серьезный такой тренд, связанный с безработицей. Надо помнить о том, что в Америке это 26 примерно процентов всех потребительских расходов в мире, и, соответственно, это драйвер экономического развития многих отраслей. Если там происходит спад потребительских расходов, а он, соответственно, будет происходить, потому что вот здесь мы видим прогноз безработицы, это примерно 10% уже, собственно, как большой вероятностью будет такой от работоспособного населения, но вот прогнозируется, что он может достигнуть даже 20%. Это такая колоссальная цифра, видите, что такой цифры не было с 2000 года, даже период кризиса 9-го, 10-го года, 10-го года, то есть больше 10% не поднимался в уровень безработицы, поэтому это серьезный вызов для всей мировой экономики, ну, собственно, для всех стран, потому что мы завязаны на экономику США в том числе. Что у нас в России? Вот некоторые прогнозы, которые здесь и есть по России, ну, собственно, тоже не все так здорово, то есть уже почти там 9 миллионов человек прогнозируется, что, может быть, остаться без работы, то есть это серьезный вызов и, в общем-то, для России, я думаю, что тренды сохранятся. Значит, как кризис нам поменял потребительское поведение? Например, BCG, компания Boosted Consulting Group с Амиром провел совместно такое исследование, вот один из слайдов этого исследования, который нам важен с точки зрения ценообразования. Здесь важно видеть, что на самом деле очень серьезная флуктуация, вот верхние зелененькие стопки показывают ответы респондентов, сколько респондентов процентов собирается увеличить расход на те или иные категории товаров, там, например, или где это возрастает. Например, некоторые собираются больше делать подписки на там различные цифровые какие-то продукты, да, то есть некоторые купили в период кризисов, больше собираются инвестировать, видимо, там, в автомобили, но большая часть вот разнонаправленные такие тренды, да, то есть отвечают, что они собираются сократить. Понятно, что больше всего пострадала услуга, пострадали услуги рестораны, различные там, нон-фуд, одежда. Ну, здесь вот мы видим достаточно серьезный там спад, то есть что это нам показывает? То, что у нас идет в разных категориях, во многих категориях трансформация, собственно, изменения потребительского спроса. С точки зрения случая покупки, я думаю, что вы многие заметили, что сейчас формируется, я бы назвал такой новый случай покупки про запас, который называется на всякий случай, да, то есть что вот может возникнуть опять кризисная ситуация, что-то остановится, давайте-ка на всякий случай я запасусь дополнительными там килограммами там гречки, масла там и так далее, да. То есть раньше такого мы не наблюдали, да, был случай покупки про запас, когда там люди гипермаркета покупали раз в две недели, то есть какие-то делали большие покупки, но это носило несколько другой характер, поэтому два такие фактора, которые серьезно влияют на наши изменения потребительского спроса и, соответственно, ценообразования, вот нужно учитывать. Давайте вспомним, теперь хотелось перейти непосредственно к ценообразованию, давайте вспомним все-таки, что такое цена и что такое ценность, и почему это важно, и что, в общем-то, изменения, какие изменения, как повлияют на наши принципы, правила, какие-то ценообразования. Я думаю, что все это вы помните, я просто хочу несколько напомнить, что важны такие фундаментальные вещи, что все-таки покупатели ищут не цену, а ищут ценность, потому что вот это вот частое заблуждение о том, что покупатели всегда ищут низкую цену, то есть мы часто сталкиваемся, да, но почему покупатели ищут там низкую цену, наверное, они, собственно, не видят каких-то выгод, да, и вот сейчас трансформация во многих категориях заключается в том, что восприятие выгод тех или иных товаров, тех или иных категорий или брендов, она резко поменялась, соответственно, вот эта вот ценность, которая была, воспринимаемая ценность, которую покупатели искали, некий баланс между выгодами и ценой, она во многих категориях и для многих брендов она, соответственно, трансформировалась. То есть многие поняли, что не так важно, наверное, иметь последнюю коллекцию какой-то повточки или джинсов, а все-таки более важны какие-то другие категории. И вот здесь происходит ключевой момент изменения, собственно, воспринимаемой ценности. То есть я, конечно, хотел бы, наверное, здесь правильно было разместить стоимость маски, но я хотел бы, чтобы вы вспомнили даже без кризиса, собственно, цена бутылки воды в аэропорту стоила одних денег, в супермаркете эта бутылка стоила других денег, вы это прекрасно знали, но покупали все-таки по более дорогой цене, потому что несколько другая ценность была в том месте потребления, где вы покупали эту воду. Про маски я не буду говорить, я думаю, что вы прекрасно понимаете. К чему это все ведет? У нас происходят изменения. Сдвиг, скажем, кривой спроса – это очень важный момент, потому что все-таки цена зависит, количество зависит от того, какая функция вот этого спроса в категории товаров есть. Сейчас, скорее всего, сам спрос, сама эластичность, я думаю, что термин тоже с этим знакомый, сама эластичность, она примерно останется одинаковой, но при этом кривая может сдвинуться вверх по некоторым категориям, а по некоторым категориям сдвинется вниз. То есть к чему вот, собственно, все это ведет? К тому, что в ближайшее время, там, месяц-два, там, многим компаниям, большинство, то есть придется пересматривать, собственно, вот эти наценки, рентабельность по валу и марже, то есть менять полностью систему, политику ценообразования, возникает вопрос, соответственно, как это сделать. Конечно, здесь таким философским камнем во всей этой истории, с нашей точки зрения, является, конечно, ценовая эластичность, то есть понимание того, насколько изменится объем продаж при изменении количества, при изменении цены, процент изменения цены, соответственно, это является таким, ну, ключиком, который позволяет открыть дверь к достаточно эффективным процессам ценообразования, то есть не с точки зрения, там, экспертной оценки, например, достаточно ли ты 36% наценки, или там достаточно 35,5%, да, когда принимает некий эксперт, который вот в этой категории понимает, какая должна быть цена, сейчас, конечно, все серьезно поменялось, и здесь требуется такая вот оценка, ну, более точная, как мы называем, data-driven подход, то есть анализ цифр, который позволяет рассчитать уже на факте, на цифрах, а не опираться на какого-то мнения, которое сейчас уже, скорее всего, не работает, да. Вот, здесь пример того, как можно применять ценовую эластичность, на простом примере это цена на кусочек пиццы, то есть для многих, например, там, ресторанов сейчас и кафе, которые перешли, в том числе, там, на доставку онлайн, очень актуально, потому что для них это такое ценообразование, то есть обычно маржа позволяла, собственно, ставить такие цены, ну, например, здесь поставлена цена, там, для всех кусочков пиццы, там, 59 рублей, но если посмотреть продажи, фактически, там, и посмотреть спрос, то мы видим, что эластичность, на самом деле, для разного кусочка пиццы, разные кусочки пиццы, она, на самом деле, разная, да, и здесь, соответственно, возникает сразу вопрос, если мы это знаем, то, наверное, мы можем немножко по-другому управлять ценами, установить другие немножко цены с учетом эластичности, и здесь мы видим с левой стороны те результаты, которые можем получить. Что позволяет нам еще эластичность? Позволяет определить, собственно, куда двигать цены, потому что сейчас во многих категориях и во многих SPU встанет вопрос, окей, то есть мы что делаем, то есть увеличиваем цены, там, уменьшаем цены, то есть насколько, то есть здесь вот понимание эластичности позволяет определить, как минимум, куда мы можем двигать цены. Теперь с точки зрения менеджмента, почему важно сейчас концентрироваться на управлении ценами, я бы сказал, на управлении рентабельностью, маржинальной рентабельностью вашего бизнеса, потому что каждая бизнес-модель, каждый формат имеет определенную рентабельность по марже. Ну, например, допустим, если мы говорим, что это жесткий дискаунтер, типа светофора или там типа Коска, то, скорее всего, рентабельность по марже, общая рентабельность по марже этого формата колеблется там от 11, 12, 13%. Вот, если мы говорим, что это супермаркет, то, скорее всего, эта маржинальность связана с порядком, наверное, 35-45%, потому что достаточно высокие списания, достаточно высокий уровень сервиса, и если это будет для такого супермаркета маржинальность опустится до 25%, скорее всего, это уже будет убыточная модель, если мы не перестроим, соответственно, эту бизнес-модель. Поэтому вот есть такой известный дядька, Орен Баффет, ну, инвестор, который, в общем-то, инвесторы, они такие простые, в общем-то, люди, у них всего два мотива – это жадность и страх. То есть, вот, собственно, вот эти колебания настроения от одного к другому заставляют там инвестировать, либо не инвестировать там в те или иные компании, в те или иные бизнес-модели. Вот на что смотрят инвесторы, прежде всего, когда приходят, оценивают там в долгосрочной степени, в долгосрочном смысле, то есть мы не говорим сейчас про короткие там инвестиции, а долгосрочные инвестиции, то это один из факторов – это цены. То есть как компания управляет ценами. То есть вот есть известная такая фраза у Рана Баффета, то есть если ваше предприятие, вам приходится молиться при повышении цен, то бизнес оставляет желать лучшего. То есть если вы не можете управлять. Почему это важно? Потому что, как я говорил, операционный рычаг в рознице очень высокий. То есть если у нас выручка снизилась на 1% из-за ценообразования, то есть количество продаж примерно осталось то же самое, но при этом выручка там, то, скорее всего, это приведет к значительному снижению прибыли на 10-11%. Вот, собственно, возникает вопрос, а что делать? Мы находим ситуацию, что, скорее всего, количество покупателей неминуемо будет уменьшаться, а при этом покупательская способность мы будем тоже понимаем, что тоже, скорее всего, будет становиться меньше, потому что все-таки реальных доходов населения будет становиться меньше, и вызов для менеджмента, вызов для, собственно, процессов ценообразования заключается в том, что как поддержать валовый доход, что, собственно, с этим делать. Вот, прежде чем перейти к следующей части, я хотел бы такой маленький опрос провести, что вы уже сделали? Посмотреть все-таки, так как хочется такой интерактив запустить, что вы уже сделали? Сейчас я начну голосование. Апс. Вопрос, я думаю, что вы выделили вопрос, что вы уже сделали, собственно, в процессах ценообразования? Так, коллеги, я надеюсь, вы видите вопрос, да, то есть вот, да, пошло голосование. Давайте мы для себя определимся со временем, ну, допустим, минутки, я думаю, хватит. Так, коллеги, все ли, все ли видят опрос? Просто у меня почему-то, а, вот 14 уже, это, видимо, какая-то задержка идет. Давайте еще подождем секунд 30. Продолжение следует... Окей, я завершаю голосование. Вот у нас получились такие результаты. Вот 9, у нас ответило примерно 30%, это 25 человек, то есть 9, 9, это топ, собственно, что вы сделали, увеличили наценки на некоторые категории, давали, чтобы компенсировать снижение спроса на другие. Второй пункт, а, вот третий пункт, все-таки, если по топу, это уменьшение, уменьшили глубину скидки в акции. Значит, следующий пункт, это удержание, мы пытаемся удерживать, удерживаем цены на KVI позиции товара базовой корзины. Ну, и дальше, соответственно, увеличили количество позиций KVI, и начали, соответственно, более чаще, чем мониторить. Ну, и последний пункт, это сократили количество SKU там в акции. Окей, отлично. А теперь такой же вопрос, только немножко в будущее, то есть я так понимаю, что это то, что вы уже сделали там, то, что произошло, а что вы планируете делать там в ближайший месяц-два? Еще один опрос. Продолжение следует... Так, у нас получились вот такие результаты. Здесь немножко у нас картинка поменялась. Основной акцент, собственно, вот коллеги планируют сделать на удержание цен на KVI позиции и товары там базовой корзины. Второй пункт у нас ставится также, собственно, это увеличение наценки на те категории, на которые можно это сделать для того, чтобы компенсировать на, так понимаешь, на потери машины другие. Это увеличение, опять же, KVI позиции. И, собственно, вот как раз план перейти на более частую такую переоценку, там, возможно, минимум раз в неделю, для того, чтобы с учетом вот той эластичности, которая есть, которая формируется на рынке. Окей. Отлично. Теперь, Александр, у меня, собственно, к тебе вопрос. Вот из твоего опыта, потому что у тебя достаточно большой опыт работы там в разных компаниях. Вот как ты считаешь, что, собственно, сейчас происходит, что произошло, что компании делают, и вот какие... как, чтобы ты рекомендовал, куда двигаться нужно. Так, коллеги, всем добрый день. Кто недавно подключился, меня зовут Александр Выбылко. Я занимался ценообразованием в таких компаниях, как Верный, Хоум Маркет, заодно, Мираторг. Значит, что хочется сказать про кризис и про процесс ценообразования, то есть в такие времена. Значит, во-первых, важно ответить, то, что Александр правильно заметил, то, что это касается на всех отраслях компании, ну, не только ценообразования, то есть на всех направлениях, вот, но ценообразование тоже, скажем так, оказывается на передовой, потому что изменяется покупательский спрос, изменяются в том числе индикаторы, и, соответственно, ценообразование начинает применять какие-то меры. То есть, в первую очередь, то есть, что изменяется? Увеличивается частота мониторингов, то есть, сразу все начинают отслеживать, то есть, движение, то есть, что происходит на рынке. То есть, еще нет начальника понимания, то есть, как делать, все смотрят друг за другом. И если смотреть на текущую ситуацию, то есть, что мы сейчас наблюдаем, пока, то есть, объективно, никто никаких кардинальных мер там по сохранению покупательской лояльности, сохранению трафика еще не применяет. То есть, особенно, если смотреть на большие сети. Я недавно общался с коллегами там из топовых сетей, наших, топ-3, и мне сказали, то есть, вот прям приемлем текстом, а смысл сейчас дергаться? Люди сидят по домам, то есть, они вышли, все, что им нужно купили, то есть, забрали. То есть, здесь пока все-таки ключевым фактором для лояльности покупателя будет наличие товара на полках магазина. И возможность закупить товар тогда, когда он нужен, является тоже очень важным сейчас преимуществом. Что касается ценообразования, все-таки нельзя, то есть, упускать тот момент, то, что, как я уже сказал, изменяется покупательская корзина, изменяется размер чека, и в связи с этим, то есть, какие шаги предпринимаются? В первую очередь, как многие заметили, то есть, здесь идет разделение, условно говоря, товара, которые сейчас пользуются повышенным спросом, и все остальные товары. Естественно, то есть, мы сейчас это уже видим, то есть, происходит все-таки изменение цен в большую сторону, то есть, на бэк-корзины. Что касается фронт-корзин, то же самое, все их мониторят, но пока никаких, опять же, коррегиональных там изменений не происходит. Плюс ко всему этому, мы наблюдаем сейчас такую историю, то, что снижается активность промо, снижается и количество вискаю, и глубина скидок. Опять же, почему так происходит? Потому что пока покупатели, они стали ходить реже, то есть, но это компенсируется большим средним чеком. То есть, итого, резюмируя, то есть, для ценообразования в период любого кризиса, то есть, сразу начинается мозговой штурм в плане окей, да, Александр, спасибо. А с твоей точки зрения, все-таки, если посмотреть чуть дальше, три месяца вперед, что может происходить, как, да, какие, какую сторону смотреть, какие задачи себе ставить, решать? Ну, вот, мне кажется, основная как раз миссия ценообразования вот через этот период и настанет, потому что, если смотреть текущие ситуации, там, с текущим вирусом, с текущей самоизоляцией и так далее, мы смотрели те тренды, которые есть про безработицу, про сокращение там рабочих мест, зарплат и так далее, это все имеет место быть, люди сейчас во многом сидят и, ну, прямо говоря, проедают свои сбережения, и определенно это сыграет в дальнейшем существенную роль именно на поведении покупателя как потребителя. Что это значит? То есть, как раз в этот момент и будет основная борьба за покупателя именно ценовая. И здесь очень важно, то есть, быстро и правильно сориентироваться. То есть, что мы понимаем, то есть, о чем мы говорим? о том, что такое KVI. Правильно понять своего покупателя, то есть, обозначить верный KVI. То есть, есть традиционные, скажем так, подходы, которые, ну, прямо говорим, применяют большинство сидей, если мы не говорим там про наши там, ну, топовые сетки, да, там все-таки немножко не уходит вперед, но существенная доля рынка использует там классический подход к формированию KVI. например, что я имею в виду? То есть, есть такие общие KVI, да, вот, есть KVI, которые все-таки нужно смотреть на... расскажут. Ну, вы расскажете. Вот. Поэтому определенно... Да, да. И что важно еще, то есть, в любой кризис влазят все косяки из процессов, не только ценообразования, в принципе, всех, но ценообразование то же самое. То есть, мы видим то, что когда происходит какая-то нестандартная ситуация изменяется покупательское поведение, очень тяжело перестроить свою систему, которая порой держится на экспертом мнении, да, а экспертом мнении это, по сути, накопленный опыт. Ну, этот накопленный опыт, он не позволяет оперативно, что ключевой момент является такой... Окей, да, Александр, спасибо. Я так понимаю, что вот этот вопрос, как, с одной стороны, с коллективой цены вверх, а с другой стороны, у нас есть KVI позиции, и количество этих KVI позиций нужно расширять, и ими тоже нужно управлять, и вообще говоря, а какие сейчас KVI позиции могут быть? Я думаю, что это вот, наверное, такие два направления, да, в которых очень важно в будущем посмотреть. Конечно, основной вызов это поддержание валы маржи, потому что это те деньги, которые остаются в компании. Здесь я просто хотел обратить внимание, и мы сталкиваемся очень часто и на уровне совета директоров, я работаю в трех компаниях в совете директоров, часто вопрос, что первично, выручка или маржа? То есть, и часто говорят, окей, давайте мы будем генерировать выручку, но несмотря на то, что, ну, несмотря на то, что сколько у нас маржи остается, и вот здесь вот, мне кажется, очень важно сейчас сфокусироваться на, учитывая, что спрос будет снижаться, то есть, количество покупателей все-таки будет снижаться, а те деньги, которые у нас реально в компании остаются, покрывают наши расходы, это есть маржинальность. Возникает вопрос, как ее сохранять. Один из хороших кейсов, на мой взгляд, то есть, как компания работает с точки зрения жесткого дискаунтера, это Коско, я рекомендую обратить, изучить, если кто не знает, собственно, посмотреть на эту компанию, внимательно у нее операционная рентабельность по валу маржи, рентабельность по валу маржи 11%, то есть, для примера, то есть, в среднем, в среднем там у светофора это где-то 12,5-13%, ну, понятно, в зависимости от региона, и, собственно, компания при этом достаточно прибыльная с точки зрения общего кэша, почему? Потому что у нее есть вот такая некая клубная система, то есть, вся прибыль, которая практически, вся прибыль, которую компания зарабатывает, это, собственно, поплата этих абонентских таких платежей ежегодных, ежегодных, фактически некая подписка, да, все сейчас говорят про модель подписки, но на самом деле модель подписки, она, несколько десятилетий назад была сделана в таком режиме, да, это как один из примеров, куда можно, собственно, посмотреть. Так вот, что происходит сейчас, на наш взгляд, как может это помочь вот в области ценообразования, то, что мы называем это там цифровая трансформация, и вот по оценке коллег наших там из Инфонлайн, что мы до кризиса уже вступили в такую пару в фазу технологической конкуренции в ритейлы, что сейчас на самом деле Магнит с перекрестком и с Пятерочкой и с X5 в целом групп конкурируют уже как бы не с точки зрения там локации, с точки зрения каких-то там конкретных товаров, потому что масштаб компании одинаковый, но сейчас основная собственно конкуренция вот в этих технологиях, да, то есть в этом смысле там X5, наверное, там опережается. Магнит, вот что может делать на самом деле компания? Вот если с правой стороны вы посмотрите, сколько данных будет накоплено в 2025 году, то мы сейчас находимся только на начальном пути, то есть если вы посчитаете, сколько данных у вас накапливается вот тех же самых чеков ваших продаж, то это достаточно колоссальный объем. Вопрос следующий, а что вы с ними делаете, то есть как они вам помогают вот решить эту задачу там ценообразования. вот проекты ценообразования находятся, находились, я бы так сказал, еще до кризиса в топ-5 проектов топ-родичных компаний, вот этот переход такому дейтедривену ценообразованию, когда мы можем рассчитывать эластичность на основе обработки больших данных, там, чеков, которые, которые копятся в вашей информационной системе. Что дает этот подход? То есть вот здесь некоторые примеры, общие исследования по рынку с левой стороны и те примеры, которые уже, собственно, накоплены в нашей компании, что дает, собственно, в разных категориях, примеры под такой подход. То есть не просто через наценку, не просто использование наценки КВА, а именно расчет вплоть до уровня конкретного СКЮ и магазина оценка эластичности и, собственно, управление ценами на основе вот такой эластичности. Как Александр заметил, что мешает? Что мешает, это вот как раз экспертное мнение. И там есть в наших американских коллег такой термин, как HIPPO, the highest paid person opinion. То есть когда мы смотрим цифры, но мы говорим, что, слушайте, ну, наш 10-летний опыт работы говорит, что, наверное, это не сработает, поэтому мы будем опираться на экспертное мнение. Вот сейчас как раз, собственно, тот момент, когда мы понимаем, что в компании многие уже находятся в той ситуации, которая не была 10 лет назад. И опираться на экспертное мнение там 10-летней давности или опыт 10-летний очень сложно. Вот. С другой стороны, процессы ускорились. В многих компаниях есть, собственно, магазины. И как в нашей практике, как победить этот такой HIPPO элемент, проблему или барьер внедрения технологий сейчас, изменения ценообразования, то есть это эксперименты. То есть не надо спорить. Давайте пройдем эксперимент. Эксперимент можно провести на 5-10 магазинах, посмотреть, как это отрабатывает и дальше, соответственно, быстро развернуть на других магазинах. Что в нашем понимании принципиальное с точки зрения внедрения такого динамического ценообразования, data-driven подхода, это, конечно, способность оценить, рассчитать эластичность на уровне конкретных SQ, или хотя бы категории товаров. Но здесь в компании сталкиваются с проблемами обработки больших данных. Здесь такой маленький пример продажи водки в разных магазинах по разной цене. Здесь мы видим, что достаточно большое количество получается вот таких точек, да, или записей в базе данных, которые нужно обработать. Есть куча разных выбросов и возникает задача, как восстановить. То есть, ну, самый простой способ, который практически во всех инструментах применяется, технологиях такого подхода, такой обучающийся регрессий, который, в принципе, можно восстанавливать и запрограммировать достаточно просто, тем более, что и ваши коллеги это могут сами, IT-коллеги могут это сами достаточно сделать. Это позволяет оценить вот как раз вот ту эластичность, на основе которой является таким философским камнем процесса ценообразования. Конечно, в теории там как бы все это здорово, там мы оценили эластичность, но, конечно, в практике очень сильно влияют на эластичность другие факторы, например, допустим, трафик. То есть вот сейчас если вы повысите, например, снизите цены на какие-то категории товаров, но в ваш магазин не придут ваши покупатели, то, естественно, у вас это отразится на падении количества продаж и вы можете сделать неправильный вывод в том, что, например, эластичность положительна для, допустим, категории там какого-то молока. Или, конечно, понятно, что у нас есть сезонность и эластичность для сезонности нужно рассчитывать. Конечно, есть некоторые влияния ценовых сегментов. Для разных ценовых сегментов в одной и той же категории эластичность может быть на самом деле отличаться. То есть если вы знаете эластичность, то я думаю, что ваши там IT-коллеги немедленно скажут вам, расскажут вам, как рассчитать оптимальную цену, например, там, для увеличения валового дохода. То есть здесь решается достаточно простое задача оптимизации функции. Здесь ничего сложного нет, вы тоже можете, соответственно, это применять. Но, опять же, возвращаясь к вопросу, что является базой, это, конечно, понимание, собственно, как меняется количество продаж от изменения цены, вот эта вот ценовая эластичность. То, что Александр говорил, и мы видели по результатам опроса, что одна из ключевых тем, которая всех волнует, это конкурентное ценообразование, это как управлять KVI, то есть как их выбирать. То есть, конечно, есть не просто KVI, то есть ни одна группа KVI, как минимум, вот здесь мы выделяем четыре таких группы или типа KVI, то есть базовые, к которым мы все привыкли, такое, ну, в формировании долгосрочной перспективе общего ценового уровня магазин, то есть магазин, это дорогой магазин, или это такой нормальный магазин, справедливый, там, или это, допустим, дешевый магазин, где выделяются такие базовые товары, базовые корзины, которые формируют вот это долгосрочное восприятие, ну, если продуктовое, то есть, там, молоко, бананы, там, хлеб, фэшн, это может быть носки, футболки, вы знаете, что если вот Александр, Александр Томик Хилфигер любит бренд, который тоже мой любимый бренд, и мы понимаем, что в этом бренде, там, футболки стоят не менее столько-то, да, то есть, а вот, например, в H&M там футболки стоят вот такую-то, и сразу есть определенное ценовое позиционирование восприятия того или иного там магазина. Второй важной группой является КВА, это восприятие категории, то есть, если, например, у вас целевая категория, допустим, вино там или кофе, к вам в магазин приходят за вином, то, скорее всего, у вас ассортимент достаточно большой в вине, и вот здесь тоже выбрать правильно в этой категории, именно в корзине тех покупателей, которые покупают вино, приходят к вам за вино, и тоже очень важно выбрать правильно это КВА, которые будут отличаться, безусловно, от тех КВА, которые формируют общее восприятие ценового уровня. С точки зрения Data-driven подходов к технологии, которые мы используем у себя в проектах и заложено в нашей технологии Smart Pricing, это такая классификация SKU, КВА в пространстве трех признаков. Один из самых главных признаков, который, скорее всего, вы используете, это индекс проникновения в чек, то есть, не обязательно количество, то есть, количество продаж и индекс проникновения в чек SKU, он очень сильно коррелирует, зависит, но не всегда, поэтому мы все-таки основываемся, в первую очередь, на индекс проникновения в чек, а вторая, это регулярная ценовая эластичность, обычная ценовая эластичность, то есть, чем больше эластичность, тем, скорее всего, это SKU претендует на роль KVI, и третье пространство, очень важно, это как ведут себя конкуренты, как формируют конкуренты цены на это SKU. Если достаточно большое среднекиладератичное наклонение цен конкурентов, или наоборот, это достаточно такое плотное ценообразование, которое действительно формирует в памяти покупателя примерно он понимает, какая там может быть цена. Как оптимизировать KVI? Окей, мы выбрали KVI, но ситуация достаточно быстро меняется, и нам нужно понимать, собственно, работает KVI или не работает. Здесь очень на помощь приходит, конечно, прайс-индекс, то есть отношение нашей цены конкурентов и оценка, собственно, корреляции наших продаж с прайс-индексом относительно того, цен с конкурентом на тот или иной товар. Вот здесь мы видим образно, там картинка представлена, что цена первого конкурента на самом деле на наши продажи никак не влияет, а вот как раз цена конкурента 2, она очень сильно влияет на наши продажи, и видите, наши продажи на самом деле повторяют изменение цены конкурентов 2, и поэтому, скорее всего, собственно, именно вот этот конкурент для нас является таким прямым конкурентом, именно цена на этот QI, на этот SQU является для нас очень важной, и мы должны, соответственно, отслеживать. Третий очень важный момент – это локализация. То есть, теперь уже вопрос возникает не просто управление на уровне формата, или на уровне формата конкретно региона, теперь вопрос возникает, что если у нас в одном городе магазин находится в разных локациях, и с разным, например, конкурентным окружением, то, скорее всего, и ценовая матрица, и ценовое управление разными кластерами магазинов, так называемых, наверное, должно быть немножко там разное. Здесь пример показан, как изменяются продажи, то есть, как зависит продажа от кластеров. Здесь мы видим, что разные бренды, на самом деле, если вы тоже проанализируете свои продажи в разрезе групп магазинов, то вы увидите, на самом деле, что действительно разные бренды, STM, бренд А, бренды Б, по-разному продаются в разных кластерах магазинов. Естественно, возникает очевидное направление, размышления с точки зрения ценообразования, наверняка, то есть, и ценное образование должно быть как-то локализовано с точки зрения вот именно этих кластеров магазинов. Следующий аспект, мы говорили про промо, то есть, окей, нужно оптимизировать промо, где-то нужно снижать промо, а некоторые, например, SKU нужно исключать из промо, возникает вопрос, какие SKU имеет смысл ставить промо, все-таки там оставлять, а какие исключать. Здесь, опять же, на помощь приходит эластичность. Эластичность не просто по регулярной цене, но эластичность еще и промо-эластичность, которую многие компании, на самом деле, тоже измеряют. Здесь мы можем выделить как минимум четыре группы товаров, для которых мы можем применять разную стратегию, да, то есть, если мы видим, что эластичность промо низкая, эластичность по регулярной цене высокая, то, наверное, не имеет смысла, конечно, очевидно, ставить этот товар в промо, да, и нужно заниматься непосредственно регулярным ценообразованием. Вот, и последний такой блок, на который хотелось бы Что еще нужно учитывать? Окей, то есть мы сейчас рассмотрели такие рациональные инструменты, но мы понимаем, что на самом деле не всегда покупатель ведет себя рационально. То есть и поэтому последние десятилетия там развивается очень активно поведенческая экономика. Многие уже получили там Нобелевские премии. Я думаю, что вы уже успели решить эту задачку, которая сейчас есть на слайде. То есть те, кто прочитал книжку, замечательную книжку «Думай, медленнее, решай быстрее», то есть знает ответ. Нет, естественно, наш мозг сформирует быстрый ответ, то есть мы часто находимся в автопилоте, покупатель находится в автопилоте. Вот такие быстрые решения, что сначала нам хочется ответить 10 центов, на самом деле это, наверное, как бы неправильный ответ. Вот, поэтому нужно учитывать моменты, как это отражается с точки зрения ценообразования. Ну, во-первых, вот там у нас есть такая красивая, мы привыкли рисовать прямую или там красивую такую вогнутую линию нашего функции спроса, но на самом деле почему-то, если на практике посмотреть и построить такую вот кривую, она на самом деле возникает не кривая, а такая ломаная, да. И один из факторов – это, например, переход так называемых граничных цен. То есть когда, например, у нас товар стоил, не знаю, 90 рублей, там, 50 копеек, и мы его ставим, например, 100 рублей, да. То есть вроде бы с точки зрения относительных изменений, это не высокое изменение, но резко может произойти упадение продаж, потому что мы перешли такую граничную цену, да. То есть это один из факторов – посмотреть на граничные цены. То есть если мы начнем менять наши цены, давайте посмотрим, как эти цены в том числе будут, не переходят ли они какие-то границы в эти граничные цены. Второй важный момент, который важно учитывать, это восприятие канала или формата. Ну, понятно, что покупатель, приходя в магнит и приходя там по вкусу, или, правильно сказать, приходя в пятерочку вкусу, потому что вкусу любит открываться рядом с пятерочками, потому что часть покупателей все-таки приходит в вкусу для того, чтобы купить какие-то другие там товары, чем пятерочки. У них нет такого ожидания ценового уровня, как в пятерочке, и, наверное, в формате вкуса снижать цены и отслеживать EVI, который есть в пятерочке, ну, наверное, не совсем правильно, или то же самое можно сказать про перекрестки, тем более, что это как бы перекрестки и пятерочки, что это одна компания. Ценовые сегменты – это один из, наверное, таких краеугольных камней, вот, и у счета поведенческих факторов при ценообразовании, но я теперь здесь хотел бы сказать не просто про такие общепринятые термины ценовой сегмент, там, низкий ценовой сегмент, эконом, там, верхний ценовой сегмент, средний ценовой сегмент, а мы в своих проектах и методике работы со смарт-прайстинга подходим к этому с точки зрения данных, с точки зрения вот этой древности подхода, когда мы ценовые сегменты развиваем с определенным шагом или автоматически определяем эти ценовые сегменты. Почему это важно? Ну, то есть сейчас, конечно, нужно не только цены смотреть, но еще смотреть, как оптимизировать ассортиментную матрицу, в том числе в ценовых сегментах. Вот здесь показан пример кофе, здесь можно увидеть, что, собственно, очень много есть SQ, которые каннибализируют друг друга, которые находятся в одном ценовом сегменте, в данном случае ценовые сегменты примерно разбиты шагом 25%, и вопрос возникает, нужны ли они на самом деле сейчас вот в этих ценовых сегментах. Здесь мы видим, что основные продажи, и МАЖУ делает, ну, буквально там 5-6 SQ в этой категории. Соответственно, возникает вопрос, давайте соптимизируем наш ассортимент, давайте посмотрим наш ассортимент в разрезе этих ценовых сегментов. Когда мы меняем, собственно, цены, меняем, очень важно здесь, мы меняем, когда границы, а, собственно, сейчас один из вызовов ценообразования для многих категорийных менеджеров, это будет пересмотреть границы ценовых коридоров категорий, да, потому что курс доллара изменился, мы так или иначе привязаны к курсу доллара, и нужно как-то поменять ценовые границы. Так вот, один из таких принципов или правил поведенческой экономики, вы знаете, такую золотую середину, да, то есть когда в определенных категориях, где нет такой, не часто покупают продукты или товары покупатель, то многие выбирают где-то в серединке, да, и, соответственно, чтобы сдвинуть, мы должны эту серединку там как-то поменять верхним границам, опять же, не создав впечатление, что ваш магазин стал дороже. Вот пример очень хороший, который из Starbucks, который следит, собственно, за своими ценовыми границами, это Starbucks, у него там кофе не может стоить, там, меньше двух долларов примерно, потому что дальше-то уже, ниже это сегмент МакКафе, и там дороже шести долларов он в стандартном Starbucks, я сейчас не говорю про новый формат, который они сделали, там, резерв, не должен стоить дороже, потому что тоже такой ресторанный, ресторанная стоимость кофе, вот в этих, в этом коридоре они, соответственно, выстраивают такую ценовую лестницу. Вот это уже второй пример, другой пример из работы смарт-прайсинга, то есть как выстроена вот эта ценовая лестница, вот эта диагональ ценовая в категории молоко. Вот, собственно, что я бы хотел здесь отметить, что, собственно, одна из задач, как я уже отмечал, одна из задач категории менеджера, это сейчас скорректировать ценовые границы. Если раньше ценовая граница, условно, один доллар там был, там, примерно это 50-60 рублей, но теперь один доллар, это у нас уже стоит 70 рублей, да, и, соответственно, возникает вопрос, как нам нужно скорректировать, потому что все-таки мы привязаны к доллару, если раньше мы говорили, что если количество СКЮ в магазине, большее количество СКЮ, например, там, 60-70% в магазине меньше доллара, то это долларовый магазин, если эти товары у нас находятся в пределах доллара, там, и 5 долларов, то это такой эконом-формат, ну, в зависимости от категории, естественно, то сейчас это, собственно, граница сдвинулась, и один из вызовов, как определить новые границы. Вот одна из таких простых методик, которая, на самом деле, достаточно известная и часто применяемая, как определить, как пересмотреть границы, конечно, спросить у покупателя, да, то есть как они воспринимают те категории, там, товаров, например, памперсы или там молоко, там, или вино, то есть в вашем именно формате, то есть абстракция о том, что у нас Нильсон провел какое-то исследование или Рамир провел исследование там, у нас вот такие есть, сейчас это не работает, да, сейчас многие вещи меняются, особенно локально меняются, поэтому правильнее было бы спросить ваших покупателей, как они считаются, 4 вопроса, то есть насколько цена, вот эта вот низкая цена, например, там, молоко, я там молоко не буду покупать там за даже, даже при всем там уважении к вашим магазинам, но я считаю, что молоко, например, за 29 рублей, это не молоко, то есть это некачественно, то есть можно отравиться, я ни при каких условиях не буду покупать, да, там, второй вопрос, какая цена для вас является такой выгодной и справедливой, третий вопрос, дорогой, дорогая цена, но при каких-то обстоятельствах, например, допустим, побаловать себя вы можете купить, ну и четвертый вопрос, собственно, при каких обстоятельствах вы вообще не купите и вы считаете, что это крэйзи, и исходя из того, когда вы собираете статистику, вы можете построить определенные функции и определить, соответственно, вот эти границы, да, то есть нижняя граница, верхняя граница, найти оптимальную такую цену восприятия в этой категории, то есть это достаточно простой такой механизм. Ну, и один из последних слайдов в моей презентации, я хочу все-таки время оставить Ивану, чтобы он показал, как это работает, то есть, конечно, картинка красивая, история, но хочется посмотреть, как это на практике там работает. Это как защититься от, собственно, падения, вот так, покупательского спроса, и, ну, при этом мы все-таки должны проводить какие-то промо, мы, ну, покупатели и привыкли все-таки промо, наши конкуренты проводят промо. Вот один из таких, на мой взгляд, успешных опыт, примеров наших американских коллег, которые прошли, собственно, много этапов, прошли этапы очень активных промо, и вот один из инструментов, который они выработали, это такой, так называемый, multi-item pricing, то есть это когда вы ставите промо, количественный, так называемый промо, например, когда вы ставите, вот здесь вот следующий слайд, сейчас покажу, когда вы ставите, например, допустим, два товара по цене 4 доллара, да, то есть, окей, то есть ты хочешь сэкономить, или, например, вы ставите цену, хорошую цену, ну, при покупке, например, 4-х, 4-х там, бутылок вина, да, то есть таким образом мы можем отсечь тех покупателей, которые, ну, пришли, так называемый cherry pickers, а сейчас охотники за скидками, сейчас, на самом деле, их будет становиться еще больше, когда к вам будут приходить покупать бананы, которые продаете в минус, потом рядом пойдут пятерочку, покупят молоко, которое тоже, собственно, по акции, для того, чтобы там сэкономить, там, если раньше их было, например, там, до 2014-го, там, примерно 11-12% таких покупателей, сейчас их 25, то, скорее всего, наверное, там, их количество увеличится до 30%, 35, и дальше вопрос, соответственно, для нас возникает, как защититься. Ну, собственно, вот, наверное, ключевые вещи, которых я хотел бы сказать, я надеюсь, что вы для себя записали какие-то инструменты, если у вас есть сейчас вопросы, вы можете в чат задать, но сейчас я переключусь на Ивана, и, по ходу, пока ваши вопросы появятся в чате, я смогу в чате их ответить, вот. Да, Иван, я хочу тебе слово передать. Иван. Тебя плохо слышно? Чуть-чуть погромче. Да, чуть-чуть погромче, что-то коллеги пишут, что-то совсем не слышно, плохо слышно. Экран видно, да, вот сейчас слышно, но если ты чуть поближе к экрану и чуть-чуть погромче будет, я думаю, что будет замечательно. Ладно, не слышно. Если ты что-то пытаешься нам рассказать, мы не слышим. Мы видим, как мышка двигается. Алло, Иван, тебя не слышно. Алло, Иван. Вот сейчас хорошо слышно, да. Да, прекрасно. Хорошо, давайте продолжим. Извиняюсь за небольшую техническую неполадку. Да, сейчас покажу экран. Александр, подтверди, если там увидишь, что все, экран в доступе. Экран пока не видно. Сейчас? Да, сейчас, да. Все, окей, класс, начинаем. Да, ну вот, да, Александр рассказал, да, важные вещи, да, на которых нужно основываться, когда мы меняем цены. Вот, как мы предлагаем, да, с этим работать. В данном случае сейчас покажу пример, как можно настроить категорию товаров в системе Smart Pricing. Покажу, как это можно отслеживать, посмотрим результаты, вот, и, да, поймем, как это работает в реальных отношениях условиях. Да, возьмем компанию, например, хотим поменять цены определенной категории. Вот, для данной категории необходимо выбрать формат магазина и регион магазина, и можно приступить к выбору стратегии оптимизации цены. То есть, стратегия оптимизации цены, это, мы можем сдавать следующие параметры, да, например, это может быть валовая маржа, максимизация выручки, либо сбалансированная стратегия. То есть, таким образом мы получаем, получаем новые цены с учетом новой стратегии, то есть, в зависимости от того, что мы хотим сделать, заработать валовую маржу, либо выручку. Вот, но не всегда нам нужно максимизировать валовую маржу, при этом всегда категорииный менеджер задается вопросом, окей, я подниму валовую маржу, но как мне не потерять в количестве продаж и как мне не потерять в трафике. Вот, и в данном случае мы учитываем несколько параметров, да, то есть, мы даем некие ограничения, то есть, задаем снижение, например, количества продаж, да, на определенный процент и прирост показателя по валовой марже. То есть, как это выглядит. Вот, я сейчас переключу экран на результат. То есть, категорийный менеджер, например, задал категорию товаров, задал формат магазина, регион магазина и теперь установил максимизацию валовую маржу, да, стратегию, и, соответственно, получил следующий результат. Я сейчас покажу, как это выглядит в реальных различных условиях, то есть, что категорийный менеджер в реальности получает. Сейчас переключу экран. Так, да, наверное, так. Если видно, Александр, видно, скажите, пожалуйста. Экран мой виден? Да, 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 виден, да, Иван. Ага, хорошо. Вот, категорийный менеджер задал стратегию и увидел расчет, что увидел расчет и увидел прогнозные значения. То есть, в данном случае мы видим, что при применении новых цен, сейчас мы не смотрим на цены, нам сейчас важно понять, то есть, насколько у нас, какой у нас есть потенциал получения будущих показателей в виде получения валовой маржи, то есть, какой потенциал прироста у нас есть. В данном случае мы видим, что потенциал прироста, он есть в виде 30%, но при этом у нас система предупреждает, что если мы там, мы можем достичь этого результата, но при этом нам придется пожертвовать снижением количества продаж. То есть, в данном случае, минус 4%. Тогда категорийный менеджер идет обратно в систему и задает ограничительный параметр, что снижение количества продаж я готов терять там не больше 1%. И прирост показателя, может быть, например, его будет встраивать 5%. И в таком случае эта система будет расчетовать цены таким образом, чтобы не потерять количество продаж и при этом заработать 5%. Что еще? Мы можем задавать минимальную рентабельность. То есть, минимальная рентабельность в рамках категории мы можем поставить, например, 10%. И система будет рассчитывать цены, обращая внимание, на минимальную рентабельность. Если система порекомендует цены даже снизить, то рентабельность будет сдерживать ограничения. При этом мы понимаем, что мы переоценку делаем не раз в месяц, не раз в полгода. Мы делаем это практически в регулярном режиме, мы делаем это еженедельно. Если закупочная цена поменялась у поставщика, то система автоматически определит, что закупочная цена поменялась и, соответственно, с учетом параметра минимальной рентабельности поставить цену такую, которая будет отвечать этим требованиям. Что еще важно? Мы понимаем, что система, которая направлена на получение валовой маржи, стратегия, если я встал, то есть максимизация валовой маржи, то вероятно, что система будет рекомендовать поднимать цены. Но не всегда, конечно. Здесь есть ограничивающий параметр в виде предела увеличения цены. То есть это означает, что мы можем искусственно ограничить систему, не повышать цены на определенный процент, например, 5%. Но, как я уже говорил, мы делаем это регулярно и делаем это, допустим, с регулярностью раз в неделю, либо раз в две недели, к примеру, то важно учитывать, что мы не можем увеличивать цены, например, в рамках одного месяца, в данном случае месяц, не повышать больше, чем на 5%. Таким образом, система в рамках наших переоценок не будет повышать цены, чтобы восприятие наших цен потребителям не показалось существенным, чтобы покупатель не отреагировал на наши существенные изменения. То есть, да, мы немножко их регулируем, но, тем не менее, критичных изменений в цене не позволяем системе делать. Что еще? Мы можем задавать стратегию по ценовым сегментам, то есть распределять SKU в рамках ценовых сегментов и также мы можем задавать количество ценовых сегментов, то есть для определенной категории товаров можем задать параметры, что ценовые сегменты, нам нужно 10 ценовых сегментов получить. И когда система рассчитает эти 10 ценовых сегментов, система автоматически еще рассчитает те SKU, которые попали в определенный ценовый сегмент, распределит их таким образом, чтобы они были, чтобы SKU большая часть была подтянута к верхней ценовой границе. Для того, чтобы сформировать видение всех SKU в рамках определенных границ, каких воспринимает покупатель. Что еще? Как мы управляем KVI? KVI, я предполагаю, что все сейчас мониторят цены конкурентов, и здесь важно сказать, что в рамках стратегии KVI необходимо задавать стратегию. То есть в данном случае мы говорим о том, что мы можем задать стратегию, например, быть равными по цене конкурента. Соответственно, когда у нас есть несколько цен конкурентов, мы приравниваем нашу цену по конкуренту, ставим ее в ровень цены конкурента. И даже если рентабельность нам не позволяет, то есть мы работаем с отрицательной рентабельностью, то система все равно будет ставить цену, равную по цене конкурента. При этом категоридный менеджер увидит сигнальчик в самой матрице, потому что сейчас мы имеем убытки по этой SKU. Что еще важно? Мы можем помочь категоридному менеджеру определить KVI позиции наиболее правильно. То есть в данном случае мы учитываем KVI с учетом эластичности, с учетом индекса рентабельного менеджера в чек и с учетом цен конкурентов. То есть что мы делаем? То есть с учетом, если, например, цены конкурентов, у данной позиции, например, три цены конкурента. И если у этих цен небольшой разброс, то есть, например, цена от SKU 60 рублей, и у нее, допустим, три конкурента, 58, 60, 62 рубля. Таким образом, разброс небольшой, мы понимаем, что, скорее всего, да, это KVI позиция, потому что все цены сконцентрированы в одном месте. Но если же цены конкурентов, они немножко разрознены, то, соответственно, мы, соответственно, да, это не будет играться KVI. Вот, конкурентное ценообразование. Конкурентное ценообразование, здесь очень важно, да, сделать акцент, что обычно, вот как уже рассказывал Александр, мы часто, да, мониторим цены и пытаемся, да, скопировать чью-то ценовую стратегию. Вот, но важно другое, что необходимо все-таки, да, оценивать свои данные продаж и оценивать свои данные эластичности и устанавливать свою стратегию ценообразования, независимо от конкурента, но при этом сравнивать наши цены с ценами конкурентов. И здесь, в данном сценарии, мы можем сделать следующее. То есть система считает цены самостоятельно с учетом данных эластичности, с учетом данных распределения ценных сегментов, с учетом психологического округления и так далее, и сравнивает их с ценой конкурента. И не только с одной ценой конкурента, но и с нескольких цен конкурента. То есть, например, как это происходит. Наша цена, например, была 85 рублей, и цена конкурента, например, у одного конкурента 100 рублей, у другого 95, у другого 105 рублей, к примеру. И система рассчитала новую цену и говорит, что новая цена, например, оптимальна с учетом наших параметров, с учетом рентабельности, с учетом распределения ценных сегментов. Говорит, что 97 рублей – это наиболее оптимальная цена. Соответственно, система сравнивает их с ценами конкурентов и говорит, что да, окей, она входит в определенные границы оценок конкурентов, и мы ставим нашу новую цену. При этом мы находимся в границе цен конкурентов. Но если же мы выходим за рамки цен конкурентов, то есть либо выше, либо ниже определенного процента, определенный процент вы можете видеть сейчас на экране, то система, если новая цена не будет входить в рамки цен конкурентов, то цена будет возвращена в рамки диапазона цен конкурентов. Это очень важно, когда мы выбираем правильную стратегию ценообразования в рамках цен конкурентов. Что еще дополнительно хотел бы сказать. Очень важно, когда мы проводим переоценку, понимать, какие данные продаж были не только в прошлом периоде, но и в прошлом году. Таким образом, учитывать данные продаж и учитывать сезонный фактор. То есть, например, мы собираемся сделать переоценку в мае, и определенная категория, она зависит от сезонного фактора. Соответственно, когда мы подгрузим данные прошлого года, мы сможем рассчитать более точные цены и более точно сделать прогнозы, то есть, насколько мы сможем поднять выручку, маршру и насколько мы можем поднять продажи. Вот, это основные параметры. Сейчас мы провели такой некий сценарий, то есть, как категорийный менеджер может работать и устанавливать цены. Второй момент – это как с этим работать уже в большом потоке. То есть, мы понимаем, что категорийный менеджер может взять и рассчитать одну категорию, с учетом формата, кластеров, рассчитать эластичность, в каких-то SKU учесть цены конкурентов, учесть KVI и рассчитать категорию. Но мы все-таки говорим о data-driven подходе, и мы понимаем, что делать это необходимо часто, потому что данные продаж меняются. Какая техническая накладка, что почему-то коллеги пишут, что слайд появился, multi-item pricing. Еще раз надо заново запустить твой экран. Так, а, может быть, да, я вот вижу, почему-то, да, дисконнект был. Так, 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 да, возвращаюсь на экран. Да, сейчас видно? Да, сейчас появился, да. Ага, хорошо. Да, вот я начал рассказывать про модуль, да, пакетного расчета. Мы понимаем, что в таком масштабе цифр, такого масштаба сети, да, например, сеть там стоит из 100 магазинов или, может, там, 500 магазинов, вот, рассчитывать для каждого определенного кластера, регионы, формата магазинов достаточно сложно. Вот, и здесь мы можем использовать следующий сценарий. Например, мы настроили сейчас одну категорию, сделали это один раз. И назначили минимальную рентабельность, назначили пределы лечения цены, стратегию. Вот, все это назначили. И потом, когда мы собираемся делать переоценку, а переоценку лучше делать, как мы рекомендуем, раз в неделю, система автоматически рассчитает новые категории, да, которые мы выбираем в данном случае, да. Например, возьмем, да, несколько категорий, вот. И, соответственно, новые расчеты, они уже будут учитывать все форматы и регионы, все предыдущие настройки, нам необходимо только сделать перерасчет. Вот, но прежде, конечно, нужно сделать еще не только перерасчет, загрузить новые данные продаж и новые данные цен конкурентов, потому что все же онлайн происходит, да, поэтому задержек быть не должно. Да, и еще хотелось бы рассказать про модуль промо. Модуль промо, он позволяет категорированному менеджеру устанавливать промо более правильно с точки зрения, с учетом глубины скидки и длины скидки. То есть, например, мы можем посмотреть, какой промо рекомендует в данной категории система, и можем видеть, что, например, шоколад бабаевский, он может быть рекомендован в промо. Мы нажимаем, да, запустить промо, и система рассчитает у этой SQL длину и глубину скидки в промо период. Соответственно, категория менеджера может принять решение о том, что вот эту SQL вводим промо в этом формате в регионе, и, соответственно, зарабатываем чуть больше и не теряем маршру. Вот, но также категорийный менеджер мы еще добавили дополнительные модули, которые позволяют мониторить текущую ситуацию, то есть, какие у нас сейчас есть показатели. То есть, в данном случае мы можем видеть совокупные данные продаж за период, например, 2019 год. Вот, видеть показатели выручки, показатели относительные по выручке, по продажам и по валу и марже. Вот, но также можно еще рентабельность посмотреть, это уже как дополнительный фактор, то есть, как мы прорастаем, либо падаем. Вот, и таким образом понять, насколько мы там сейчас в плюсе, либо в минусе, да, по определенной категории. То есть, это, по сути, вот та аналитика, которая позволяет категорированному менеджеру, а если что-то идет не так, то произвести какие-то изменения в самой стиме смарт-прайсинг. То есть, например, установить рентабельность чуть повыше, либо поменьше. Установить некоторые ограничения по увеличению по снижению цены. Вот, возможно изменить стратегию конкурентов ценообразования. И так далее, и так далее. То есть, эта панелька, она служит для того, чтобы информировать категорированного менеджера о том, что если что-то идет не так, то нужно вернуться в систему и изменить параметры. Вот. А также тут есть помогательный инструмент. Например, как Александр уже показывал, можно видеть ценовые сегменты, да, на предмет того, что какие есть сейчас цены и какие сейчас есть каннибализации в рамках ценовых сегментов и какие есть QI. То есть, в данном случае мы можем видеть вот эти столбики, это подсвечено означает, что есть одинаковые цены. То есть, они продаются по одинаковой цене, значит, есть каннибализация. И дополнительно выведены еще индикаторы по QI. То есть, в данном случае видно, что в основном сегменте есть QI. Вот. Здесь вопрос, там, почему вот эта SQ, которая генерирует больше маржи, почему она не QI? Ну, здесь больше, да, вопрос о том, как установить литеральный QI. Вот. Система это может делать. То есть, можно задать, да, определенный алгоритм, да, рассчитать новые QI и, соответственно, их переназначить. Вот. И еще, когда мы проводим переоценку, очень важно учитывать, то есть, какая у нас динамика сейчас. И вот если в данном случае мы видим промесячный разрез по категориям о том, какой у нас есть прирост по отношению к прошлому месяцу, да, например, мы видим, что вот в данном декабре месяца мы стали лучше по отношению к наибру месяцу. Вот. Мы говорим о том, что переоценку лучше делать еженедельно. Соответственно, мы и средства должны видеть в еженедельном режиме. Вот. И в данном случае мы можем видеть, то есть, насколько мы переросли либо упали по отношению к предыдущей неделе. Вот. Таким образом, мы уже переходим к такому больше датадривному подходу, когда мы все реалтайм отслеживаем наши показатели, наши метрики, и реалтайм меняется на образование. И еще важно заметить, что если категорийный менеджер видит, что, например, молоко, например, начало падать, да, то можно понять, а почему оно начало падать, то есть, какие скию поменялись, что произошло, и почему произошло это падение, за счет чего. Вот. Мы идем тогда вот в эту панельку и видим в ежемесячном формате, то есть, насколько скию упало либо приросло по отношению к предыдущему периоду, то есть, в данном случае, в месяц. Вот. И можно видеть, вот этот последний месяц, то есть, какие скию, по сути, потеряли маржу. Вот. И уже категорийный менеджер может дальше там посмотреть, что у этого скию произошло, почему это так произошло, если там он-то всток, либо что-то еще. То есть, в данном случае, мы видим, что вот в Адуме Москве вообще продажи пропали в декабре. Вот. Но если детализация эта слишком большая, то можно, значит, ее там более детализированной, да, то есть, посмотреть в ежедневном разрезе, то есть, как менялись продажи. Мы видим, что, в принципе, в конце месяца продажи немножко подупали. Вот. По сути, да, такой прикладной инструмент, который позволяет категорийному менеджеру принимать решение, что вот что-то упало, нужно разобраться и понять, почему это произошло. Если необходимо, это произвести перенастройки в смарт-трайсинг. Вот. Это основные моменты, коллеги, о которых я хотел рассказать. Если у вас есть какие-то вопросы, я думаю, там, вопроса 2-3, мы можем там в формате онлайн-чата ответить. Александр, так? Да, Иван, спасибо большое. Да, коллеги, если есть вопросы, мы готовы ответить. Если они появятся чуть попозже, там, в течение недели, вы можете задавать вопросы напрямую к нам, там, либо через Елену, через retail.ru. Собственно, мы готовы там ответить на эти вопросы в течение недели. Вот один из вопросов был, кстати, я надеюсь, что вы прочитали. Алексей задал вопрос. Раскройте измерение измерения подбора KVI стандартное отклонение цен конкурентов. Ну, собственно, я здесь могу там прокомментировать, то есть имеется в виду, что если мы имеем, например, три цены конкурентов 119, 225, либо 239, мы дальше рассчитываем медиану среди этих цен, может быть, цен больше, там, 4-5 цен. Вот. И рассчитываем сигму отклонения от среднего, то есть от медианы. И дальше, если это вот отклонение превышает определенное значение, то мы считаем, что это разброс большой, и, наверное, это KVI, в данном случае, вот по этому критерию, вряд ли можно считать, это SKU, вряд ли можно считать KVI. Ну, по крайней мере, мы бы задали вопрос. Давайте проверим по другим параметрам. Может быть, здесь у нас какие-то, может быть, мониторинг неправильно проявили. Ну, то есть вот таким образом речь об этом шла, когда мы говорили про стандартное отклонение цен конкурентов. Окей, коллеги, хорошо. Есть ли еще какие-то вопросы? Ну, пока вопросов нет. Если появятся еще раз вопросы, вы можете задать. Мы в течение недели после вебинара готовы ответить на эти вопросы. Я хочу поблагодарить коллег retail.ru и Лену за организацию, в общем-то, вебинары и предоставление возможности порассуждать на эту тему. Я надеюсь, что вы для себя отметили... Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!